Суть в том, что эффективность устройства составляет 190%. Можно услышать, что оно начало работать быстрее. Теперь я подключу выход обратно к аккумулятору. В этом видео вы увидите самый загадочный запрещенный БТГ-генератор Кромри. Генератор, который нарушает все законы физики, ускоряясь при нагрузке, а также меньше потребляя. Так, ну что, друзья, вот он находится у нас, генератор Кромри. Из говна и палок, правда. В общем, включаем, смотрим, как это дело работает. Так. Всем привет, друзья! С вами канал Рафаэль Анриэлс. Сегодня мы посмотрим на запрещенный БТГ-генератор Кромри, который находится за моей спиной. Этот генератор немного нарушает законы физики. При нагрузке он ускоряется и потребляет меньше электричества. Самый загадочный генератор прошлого века. Генератор Кромри. Достаточно загадочный, интересный генератор. И будем создавать мы его на 3D принтере. Купил себе, друзья, вот такое вот чудо. Ссылку оставлю в описании. Просто идеальное устройство для создания каких-то деталей или прототипов из пластика. В общем, вот такенная вот вещь. В общем, весь генератор я почти собрал вот на этой штуке. Собственно, спроектировал и напечатал пластиком. Так, друзья, в общем, что у нас находится на экране и что у нас находится на столе. В общем, это и есть прототип БТГ-генератора Кромри. Выдает немножечко больше, чем потребляет. Но, в общем, мы это будем изучать. В общем, эта модель БТГ-генератора сделана специально, чтобы проверить, как все это дело работает. Посмотреть какие-то нюансы, может быть, заменить мотор и так далее. Ладно, давайте посмотрим, что это вообще такое. В общем, Бедини у нас рассказывает, что этот генератор достаточно интересный. И он засасывает якобы какую-то мистическую энергию, которую мы не знаем. Но это мы, собственно, и будем с вами проверять. В общем, что получается у нас? Смотрите, вот такая конструкция есть. Если мы ее вот так поставим, вот здесь вот подшипник, здесь подшипник. Вал обязательно из немагнитного материала. В данном случае у меня здесь просто пластик, потому что других материалов у меня пока что нет. То есть, вот тут вот железный стержень запрещено использовать, иначе работать не будет. Далее. Вот здесь располагаются магниты. Специальный паз сделан, видите, магниты и гайки. Гайки это просто для наглядности, где должен немножко выступать металл, скажем так. Так, в общем, что получается? Посередине находится вот такая вот конструкция. Здесь у нас находится вот такая вот втулка, стержень металлический вот здесь внутри, вот так вот. И по краям у нас находятся гайки. В общем, сделано это вот в таком виде. То есть, тут стержень у нас проходит, и вот здесь стержень. Вот здесь вот все не металлическое. Здесь идет чисто пластик, вот так. И два алюминиевых места, специальные для контактов, сделал из алюминиевой банки. Все это наклеил, распечатал на 3D принтер, и вот так вот выглядит ротор. Далее, откладываем это в сторону. Что здесь самое интересное? Вы можете заметить, четыре таких места для катушек. В общем, это, в принципе, и есть сами катушки, тоже напечатанные на 3D принтере. Так, здесь мы наматываем вот так вот по часовой стрелке провод слева направо. Здесь то же самое, слева направо наматываем катушку. Потом переворачиваем вот здесь, отсюда, наматываем вот сюда. Слева направо то же самое. Вот эти контакты, которые начало и конец, они выводятся на контакты. Здесь оно у нас замкнуто вот так вот. То есть, в принципе, почти как на вот этой вот картинке. Думаю, сами, в принципе, разберетесь. Тут ничего сложного нет. По сути, смотрите, какая конструкция должна быть. Место вот этой пустоты, которую, видите, вот здесь пустота, да? Вот должна вот эта штука стоять. Прямо вот так вот. То есть, представим себе, вот этого здесь нету, вот этого. Стоит вот это. Вот такое должно быть примерно основание. То есть, это только одна часть. То есть, тут еще должна вот такая часть идти, и еще стоять ряд магнитов. С этой стороны и с этой. Соответственно, получается, что этот генератор работает по принципу прерывания магнитного поля. Когда мотор сверху вот так вот крутит, смотрите, да, мы размыкаем и потом замыкаем магнитное поле. И в этот момент идет якобы всплеск дополнительной энергии. При этом отсюда мы ее, конечно же, можем снимать. И этот эффект будет наблюдаться так, что когда мы замыкаем вот эту часть, да, то есть, энергию берем очень много, либо просто замыкаем, он ускоряется. При этом потребляя меньше электроэнергии на вот этот вот мотор. Далее, что получается, вот эти концы, вот это, вот этот и с другой стороны, они должны нагреваться. От самих магнитов должна излучаться прохлада. То есть, тогда, значит, мы сделали все правильно. В общем, буду сейчас это все собирать, ребята, это первая часть по этому генератору. Далее посмотрим, что из этого получится. Так, в общем, сейчас будем устанавливать вот этот ротор прямо посередине, где он и должен быть. И посмотрим, все ли правильно я сделал. Тут нужно быть предельно аккуратным, нужно снять магниты в первую очередь. Для этого воспользовался вот такой вот резинкой, чтобы они хоть как-то держали. Здесь, на самом деле, есть специальный паз, и магниты, я уже вижу, как у них идет, смотрите, взаимодействие. То есть, даже на таком расстоянии ротор уже поворачивается. Видите, магниты насколько сильные. Хотя это китайские, обычные магниты N30, по-моему, или N32, что ли. Так, снимаем все это дело. Так, магниты расставляем подальше, чтобы было побезопаснее. Итак, что у нас получается? Есть такая вот конструкция, здесь предусмотрены специальные пазы, они рассчитаны не больше, то есть, тут все просчитано у меня, смоделировано. К сожалению, вот этот ротор у меня пришел в негодность, потому что я печатал и создавал ее вертикально, а вот этот сделан горизонтально, правда, более в небрежной форме вот здесь вот. То есть, с этой стороны он выглядит более-менее симпатично, но он является более прочной моделью. Сейчас будем его устанавливать вот сюда. Сейчас покажу. Здесь я разработал, на самом деле, очень интересную конструкцию. Так, магниты очень подальше надо разложить, чтобы руки не оторвало. Так, кладем все это дело на бочину. И просто снимаем. Так, вот он, старый ротор. Так, и вот. Так, и вот, получается, какие детали у нас остаются. Это боковые детали, а также получается та деталь, которая держит сам мотор. Так, отставим все это в сторону, чтобы вас не смущало. Вот здесь внутри идет крепление, если вам не видно, сейчас я покажу железячкой. Вот здесь у нас идет крепление мотора. Далее у нас соединяется латунным немагнитным материалом вот эта часть. Ротор мотора с ротором вот этого вот внутреннего двигателя. Видите, как он у меня поломался, так что придется его выкручивать. И будем ставить сюда другой. Так, выкручиваем все это дело. Переходники с 5 миллиметров на 5, если бы знал больше, сделал бы вот сюда на 8 миллиметров. Как, собственно, и подшипники. Внутренний диаметр 5 миллиметров вот этого вала. Так, а вот это 8 миллиметров. Так, снимаем все это дело. И вот эту часть мы просто выдавливаем. Вот что у нас осталось. То есть вот такая вот деталь. Вот такая деталь у нас была вот здесь вот. То есть это точная копия того, что у нас уже собрано и разработано. Только она была сделана первым образцом. И немножко была не совсем удачной. Так, далее берем вот этот ротор замечательный. Все это дело откручиваем. Катушки я потом еще буду наматывать. Тут очень много тестировать. По этой причине мы его только сейчас собираем. То есть это прототип первый, который я собираю хотя бы в готовый вид. Так. Откручиваем это дело. И получается у нас вот такая маленькая деталь. К сожалению, ни из каких других материалов удобнее ее не сделать. Можно делать из немагнитных материалов типа металла какого-то. Типа алюминий, медь, нержавейка, титан, если он немагнитный. В общем, в принципе, должно тоже работать. Так, ладно. Что у нас дальше? Дальше вставляем это дело вовнутрь. Вообще, лучше бы края сначала сделать, а потом уже заниматься вот этим вставлением. Так, короче, воспользуюсь вот этими деталями и сделаю из них, наверное, подставку. Если получится. То есть вот эту деталь. Она держаться не будет, к сожалению. То есть пока можно просто воспользоваться вот так. Я тут просто допустил некую ошибку в проектировании. И пока что, наверное, будет оно держаться просто вот так, как подставка. Тут посадочное место подшипника, соответственно, сделано. Вот это расстояние должно было быть 3 сантиметра. Я сделал его такой же, как и подшипник. В общем, не стал изменять пока что конструкцию. Пока будем работать именно так. Так, далее ставим нашу конструкцию. То есть уже вы должны примерно понимать, как она будет функционировать. Вот тут по краям стоят магниты. Магнитный поток как бы замыкается. То есть если здесь плюс, здесь должен быть минус. Соответственно, оно должно притягиваться, ничего не должно отталкиваться. То есть тогда вся конструкция будет работать. Так, далее ставим верхнюю часть очень аккуратно, чтобы ничего не отломать. Так, поворачиваем ее лицевой частью. На моторе тоже вал поворачиваем лицевой частью. Немножко приподнимаем, не знаю, видно вам или нет. То есть тут его вот можно совсем снять, видите? Вот так. Я его пока совсем доверха оделу вот так. И сделаю прямо, потому что печать у меня велась вот так вот. Так, как у меня велась печать? Печать велась вот так вот. Значит, так будет более прочно. Так, аккуратно все это дело. Одеваем. Так. Сейчас. Не с первого раза все получается. Эта модель еще в подшипнике не одевалась. Видите, очень туго идет. Так, сейчас попробуем все это дело аккуратно нанизать. То есть модель печаталась горизонтально, вот эта ротора. И она достаточно прочная получилась. Так, настолько прочная, что даже страшно. Так. Сейчас я выкручу все это по максимуму. Потому что нам не нужно, чтобы сейчас цеплялось. Здесь все у меня выверено в программе. Это доля миллиметра. И оно должно... Стоп, его что... А, все правильно, друзья. У нас же было отодвинутое это дело. Я думаю, почему не достает? В общем, смотрите. Вот так вот настраиваем. Вот, чтобы вот эта часть была равномерна. Ну, чтобы была более большая прочность модели. Так, закручиваем. Закручиваем до легкого упора, потому что здесь не нужно надавливать. А вот где ротор самого электродвигателя, здесь можно и покрепче. Так, проворачиваем. Все должно быть идеально. Не должно никаких скрежетов быть. Вообще подшипники еще даже можно будет помазать маслицем. Это прям вообще было бы идеально. Так. Подшипники тоже покупались в Китае, друзья. Так, все, очень сильно не нужно затягивать. И вот получается вот такая конструкция. То есть, посмотрите. Все, в принципе, держится. Это вот то же самое, друзья, только вот в таком виде. Вот представьте, вот видите, вот эти вот, там катушка, тут катушка. Это вот, представьте, он вот так лежит вот на бочине. А вот эти вот магниты, вот это вот, вот эта часть и вот это, с вот такими пипочками, это будет как раз вот здесь вот сбоку располагаться. В общем, вот здесь даже, если видите, у меня есть чертежик такой. В принципе, потом, наверное, прикреплю, если не забуду. Ладно, дособираем эту штуку. Будем дособирать наш генератор Кромри. Так, пододвигаем его поближе. Так, подставки, кстати, весьма интересные получились. Так, теперь самый момент истины. Попасть аккуратно в пазы. С пазами идея, кстати, ребята, очень даже хорошая получилась, потому что с пазами работать идеально. То есть, не нужно придумывать никакие конструкции громоздкие, винты какие-то. Нам главное, чтобы все было не магнитное, там, где нам не нужно. Вот, друзья, у нас получилась вот такая... Вот, друзья, получилась замечательная рабочая конструкция. Вот как она должна выглядеть. То есть, вот тут ряд магнитов, сзади ряд магнитов, и вот здесь, и здесь. В принципе, это была бы идеальная конструкция. В общем, вот что у нас получилось. Сейчас попробую поставить магниты, посмотрю, если их не сорвет, конечно. Желательно здесь вот чем-то усилить. Да, вот этой штуки явно может не хватить. Ладно, буду пытаться ставить. Так, вот они магниты сантиметр. Вот здесь сантиметр, вот эта часть, вот эта на два. То есть, сантиметр на два и на пять миллиметров. Вот такие магниты. А, в общем, как магниты должны располагаться? Смотрите, проверяем. Если магниты притягиваются, мы сделали все правильно. То есть, вот, притягиваются с этой стороны и сзади притягиваются. Ставим их вот так вот. Сейчас что я и буду делать? Так, очень аккуратно ставлю магниты сюда. Очень сильные магниты. Вот это мы делаем чуть-чуть в сторону. Смотрим, чтобы это все не прикрепилось к ротору. Потому что сейчас это не нужно. Так, одеваем резиночки для безопасности. Хотя они больше для теста были сделаны. И смотрим, смотрите, что происходит. Магнитная яма, смотрите. Вы это видите? Вот этого вам и нужно добиться. Чтобы магнитное поле замкнулось через вот это вот место. Вот так вот. По кругу. То есть, при этом у нас будет очень хорошие эффекты получаться. В общем, дальше что мы будем делать? Вот эти вот магниты надо как-то будет закрепить. И почему, ребята, это первая часть? Да дело в том, что тут, на самом деле, очень много чего нужно сделать. Вот эти вот места, где концы магнита, вообще должны вот на три магнита где-то из металла быть. То есть, чтобы все поле всасывалось в металл и через него только проходило. Вот от этого нужно будет все это дело тестировать за кадром. Если какие мысли по этому поводу есть, обязательно оставляйте. Очень будет полезно. Так что пишите в комментарии или мне на фейсбук. А я продолжаю делать. Так, вот тут видите, что получается? Если отпускаю, да, оно притягивается. Это так должно быть, но здесь просто нужно будет потом либо скотчем закрепить, либо каким-то другим материалом. Я просто пока решил делать вот так вот, чтобы посмотреть, что получится. Все зазоры вымерялись. Так что, если какие-то детали потом что-то надо будет, меня спрашивайте, я вам покажу. Ротор, он тут немножко другой длины, чем я его чертил на своей таблице. Так что с этим еще нюансами надо будет разобраться. Давайте, короче, сделаю как. Просто покажу свой листок, если поймете, что здесь к чему. Просто, чтобы меня потом не донимать. Вот такие вот размеры. 144 миллиметра это стержень. Вот этот вместе с гайками совсем. Так, 32 миллиметра. Так, 35 миллиметров это вся катушка. Вот. Потом вот эта часть 3 миллиметра. Так, слиплось у меня там все. В общем, внимательно посмотрите, может кто для себя что откроет. Так, вот это покажу, но это неправильно. Я его уже по другому размеру делал и покажу сейчас наиболее актуальную картину. Не знаю, хорошо ли все видно или нет. Так. В принципе, размеры могут быть у меня другие. Так что особо по размерам не обращайте внимания. Так, ладно. Следующая пачка магнитов. Так. Это очень аккуратно надо сделать, чтобы она случайно так не вырвала. Да, я из говна и палок тут модель делал. Сейчас я вам ее тоже покажу. На Фейсбуке... Ой, какие сильные магниты. Так, надо быть очень аккуратным. На Фейсбуке я выкладывал, как занимаюсь вот этой разработкой. Так что, если не в курсе, подписывайтесь, чтобы не терять больше информации актуальной. Также смотрите истории. Так, смотрим. Опа. Знаете, что получается? У нас поле замыкается. Смотрите, как. С какой силой это, боже мой. Тут еще надо как-то придумывать, чтобы гайки у нас не раскручивались. Вот что вы можете мне по этому поводу посоветовать, ребят, тоже? Буду признать. Я какой-нибудь, может, контр... Контр шайбы какой-нибудь поставить? Вот. То есть, вот то, что вот мы видим, да, вот это вот. Это хороший знак очень. Я надеюсь, что мотор потянет. Просто тут адское, на самом деле, усилие идет. Просто, типа, разорвать вот это дело, и мне кажется, не так легко будет. Ладно. Короче, будем наматывать катушки. Так, это я вот перевожу в безопасный режим. Главное, чтобы ничего не схлопнулось, иначе будет хреново. Так, сейчас я покажу прототип. Благодаря чему все это дело получилось. Представляю вам генератор Кромри, вариант из говна и палок. В общем, видите? Железяка, магниты, и вот такое вот самодельное из карандашей крепление. Это, в общем-то, то же самое, что мы делали здесь, но только сами видите, из чего оно сделано. То есть, просто то покрепление на диск было сделано, приклеено что-то из каких-то пластиков. Ну, то есть, это дело было отвратительно, и выглядело просто ужасно. Вот такой генератор уже гораздо лучше. Ну что, друзья, вот такой вот генератор, это первая часть. В следующей части я его соберу, протестирую, сделаю еще некоторые детали, и посмотрим, что из этого получилось. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также оставляйте идеи по поводу БТГ-генераторов, а также разных запрещенных технологий. Ну и не забывайте делиться видео. Все, удачи, пока-пока.